До того, как Пошлая Молли стала известна, ее фронтмен, будучи малолетним писюком, шел против системы и пытался читать рэпчик, когда все вокруг слушали Земфиру с Токио Холтелом. До того, как Пошлая Молли стала известна, этот эмбал работал охранником в супермаркете и офиком на базе отдыха, прислуживая зажратым мажором. И до того, как Пошлая Молли стала известна, музыкант запросил 50 косарей за совместку с более популярным на тот момент исполнителем, из-за чего был послан в известном всем направлении. Добро пожаловать на Телблог.нет, и сегодня мы расскажем о жизни Пошлой Молли, до того, как она стала известна. Но пока реклама. Обезьян Арнольд, статный мужчина в расцвете сил, прикалывается над ленивым безработным толстяком. Они живут под одной крышей и снимают забавное видео со смешными ситуациями и кознями друг к другу. Интересно? Тогда переходи быстрее по ссылке в описании на их канал. Лизер группы Пошлая Молли, Кирюха Бледный, он же Кирилл Тимошенко и он же, по сути, сама Пошлая Молли, реализнулся на свет 21 год тому назад в небольшом городке Змиев, который расположился в получасе езды от Харькова. Несмотря на то, что отец и мама музыканта развелись, с каждым из членов семьи наш герой сохранил хорошие отношения. Более того, он даже получает респект от матери за свои текста. У меня странно, когда кто-то мне из друзей рассказывает, что у них какие-то непонятки в натуре с родителями. Я этого до сих пор не могу понять. Типа вопросы какие-то странные, что-то разговоры. Вообще, Кирилл в музыке с юных лет. Так уж сложилось, что когда все слушали Депреснякова и Маму Зло, 12-летний пацан тащился по рэпу и пробовал записывать первые треканы. Я до этого писал музыку, ну, точнее, рэп. Он хуявый был, конечно. Такой отчаянный поступок его с подвигами Нэм. Пожалуй, единственный рэпер, которого у нас не было зашкварно слушать 10 лет тому назад. Но что сейчас? Что тогда? У Бледного не было определенного любимого музыкального направления. Поэтому уже через год или два Кирюх открыл для себя Роскеров из Майднес Селф Индолженс. И понеслась душа в рай. Я сначала, естественно, начал учить песни на гитаре, потом начал писать музыку. Очень быстро, кстати, начал писать музыку. Эти навыки пригодились ведь он. Для первого и второго альбома сам записывал гитару. Но помимо зла в его жизни, как и в жизни каждого подростка, была одна маленькая неприятная деталь – школа. Бледный грызг гранит науки, откровенно говоря, хреново. И говорит, что по факту отучился только 9 классов, а остальные тупо прогуливал. У меня типа как бы 12 классов, но начиная с 10 класса я просто приходил на уроки. Или не приходил. Кстати, знаешь, почему его называют бледным? Потому что в 14 лет будущий кумир молодежи накуривался Марь Ванной до такого состояния, что реально бледнел. Что и говорить, он тогда чуть было не отъехал. Естественно, такие трипы за рамки сознания для Кирилла были намного интереснее, чем протирание штанов в школе. А еще ему было интересно целыми днями зависать у знакомого на студии, буквально за копейки записывая и сводя первые треки. Я все делал по знакомству, там вообще была тогда такая цена на студии, час записи, 100 гривен. Все, конечно, было очень замечательно, но на тот момент Кирилл уже закончил школу, так и не поступив в универ. Пришлось шуровать на работу, чтобы если не кормить семью, то хотя бы содержать свою харю. Работал в супермаркете охранником. Но с таких шабашек Лавандоса много не заработаешь, поэтому начинающий артист все же решил сконцентрироваться на музыке. Тем более исполнителю действительно нравилось и нравится то, что он делает, собственно, как и троим его партнерам. Гитаристу и бэк-вокалисту Андрюхе Густеев, басисту Диме Гончаренко и ударнику Паше Холодянскому, вместе с которым бледный в 18 лет исколотил группу «Пошлая моли». «Пошлая моли» — это собирательный образ школьницы, которая слушает ваши песни. Вам не кажется, что этой школьнице нужно дать хороших таких пиздюлей?» Самой первой их песней стал «Адский» и пока что главный хитяра — любимая песня твоей сестры. Ещё через полгода, когда нашему герою уже стукнуло 19, ребята выпустили вторую песню. А ещё через несколько месяцев свет увидела вот это чудо. Запомнил? Всего три песни и восемь месяцев совместной работы, но такого багажа оказалось достаточно, чтобы администратор популярного среди тинейджеров рок-сообщества «Вечно 18» замесил пацанов и начал их продвигать. Такой чувак Леплипатов, у него был паблик на 40 тысяч, и он там типа выставлял какие-то статьи про нас. Поначалу простыми репостами треков, потом постами с приглашениями на их выступление. И этого пиара хватило, чтобы «Пошлая моли» смогла сыграть первый более-менее серьёзный концерт. «Трясутся, всё потное. Я, короче, ударяю по гитаре вот этот звук, короче, и опять начинают кричать, все именно аж, знаешь, аж в уши дают». «Видимо, благодаря гимну Украины на фоне речи бледного люди расчувствовались, и целых 400 человек пришло на его с барабанщиком перформанс». «Мы как раз вышли в этот же день и прямо вот так вот выложили альбом прямо на сцене». Это было начало взлёта «Пошлой моли». Первый альбом, выпущенный как раз перед 20-летием Кирюхи, был составлен из восьми совместных треков, написанных за год существования группы. Его даже обозрили пацаны из The Flow, а крупные паблики в АК типа «Рифмы и Панчи» начали репостить все творения харьковских рокеров новой генерации. Наш герой даже сумел собрать первую фан-встречу. «Наш свой любимый трек, ну ты же знаешь, твоя младшая сестрёнка такая сука». Хм, неудивительно, что вскоре появились личности, загоревшиеся желанием записать совместку с пошляками. Одним из таких был на тот момент более популярный исполнитель Кирилл Найтивыход. Казалось бы, это отличная возможность, за которую следует уцепиться, чтобы стать ещё более узнаваемыми. Но нет, пацаны оценили свой фит в 50 косарей. А Найтивыход, естественно, обосрал их в Твиттере за алчность. Ответки от бледного долго ждать не пришлось. Пидорас! В принципе, пошлая Молли ничего от этого решения не потеряла, ведь всю половину прошедшего года 20-летний парень вместе со своей группой провёл в разъездах и концертах. Но квинтэссенция их популярности стал снятый, как говорят сами музыканты, на коленке видеоклип на дебютную песню. 9-миллионный ролик даже крутили по МТВ. Стоит ли удивляться тому, что после такого подъёма ребят пригласили угадывать строки на афишу? Специально для афиша видео. Или лавин? Не знаю. Нет, чувак. Кати Перри. Может и нет, а вот появление бледного босса стало большим сюрпризом для многих. Герои поколения ВКонтакте. При этом, к сожалению, этот сайт находится под запретом. Означает ли это, что тубы пизда? Сюрприз, правда, получился так себе, потому что, как рассказывает Кирилл... Не знаю, я вообще не выкупал, что он меня спрашивает. Вот странный вопрос, какие-то шутки непонятные. Как бы там ни было, после этой вьюхи о поп-рокерах из Харькова узнало ещё больше людей, поэтому любой пиар – это в первую очередь пиар. Тем более, мы уверены, что он дал хороший импульс в приросте аудитории поклонников и повлиял на победу пошлой Моли, Джага Мистер Мьюзик Эворс. Победитель. Кто? 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 Ну и естественно, такой движняк вокруг группы был полезен для популяризации второго альбома группы, вышедшего в начале текущего года. Грустная девчонка с глазами, как у собаки, называется этот альбом. У тебя вышел новый релиз, и он достаточно сильно отличается от его дебютного по звучанию, по тексту. Пошляки продолжают находиться в топе подростковых чартов, а вчерашних ноунеймов теперь приглашают к себе орган-ты-дусь. Встречайте впервые, у нас в гостях пошлая Молли. В современных реалиях это действительно уникальное явление, ведь впервые за долгое время сердца молодежи покоряет не рэпер, а человек, приближенный к року, пускай и в его современном формате. А возможно, о чем черт не шутит, именно пошлой Молли удастся вернуть моду на панк, заткнув рэперков далеко за пояс. Кто знает, этот рэп нужен, ну совсем уже, а? Я роняю запад, я роняю запад. В общем, как бы там ни было, сейчас Кирилл и его банда готовятся к новым концертам и новым аншлагам. Но это уже, конечно же, совсем другая история. Это была история пошлой Молли до того, как она стала известна. Подписывайся на наш канал и следи за историями славы самых топовых звезд и явлений. А пока предлагаем посмотреть другие эпизоды нашего шоу до того, как стал известен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!